Тот факт, что Сочи вошел в тройку самых востребованных курортов России, говорит о том, что городская сфера туризма развивается в правильном направлении. Однако расслабляться она не должна. По статистике, у 25% отдыхающих все же остаются нарекания. Прежде всего, они касаются объектов размещения и общественного питания. Больше всего ругают высокие цены в Красной Поляне. Точек быстрого питания недостаточно. В стационарных ресторанах цены также необоснованно высокие. Предприниматели объясняют, это просто. Хозяева горных курортов, являясь собственниками территорий, настолько завышают цены на арендные площади, что местным предпринимателям такой бизнес не по карману. А у иногородних цель одна – увезти как можно больше прибыли за сезон. Когда есть турист, то есть реальная возможность создавать и малый бизнес по обслуживанию этого туриста. Это и питание, это и торговля. Но надо уметь подстраиваться. Специально для этого глава города выступил с инициативой организовать рабочую поездку, в ходе которой вместе с местными предпринимателями встретятся с руководителями курортов, где обсудят более гладкую ценовую политику на аренду площадей, предназначенных для точек общественного питания. Помимо этого, администрация города также организует и другую помощь малому и среднему бизнесу. Мы субсидируем три мероприятия, которые предусмотрены городской и государственной программами поддержки. По трём мероприятиям мы выделяем средства на компенсацию части затрат по договорам лизинга предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на ранней стадии деятельности, а также тем, кто взял кредит на приобретение оборудования. В следующем году по инициативе губернатора в крае будет составлен рейтинг муниципалитетов по уровню оказания помощи малому и среднему бизнесу. У Сочи есть все шансы стать лидером в этом списке. На будущий год планируется увеличение финансирования в данной отрасли.